Платье «Красная бомба», блиставшее на Каннском фестивале. А еще роскошные туфельки и украшения, принадлежавшие кинодивам прошлого столетия. В Самаре в рамках поволжских сезонов Александра Васильева открылась выставка кино и мода. Маэстро лично провел экскурсию по экспозиции и рассказал нашей съемочной группе, как изменилась Самара благодаря фестивалю. Спостеров на посетителей смотрят кинозвезды, певицы и артистки балета, которые в 20 веке были кумирами миллионов женщин и остаются ими до сих пор. Любовь Орлова, Людмила Касаткина, Майя Плесецкая, поклонницы копировали их наряды, что в условиях конвейерного производства и товарного дефицита было совсем непросто. Впрочем, звездам тоже приходилось идти на ухищрение, чтобы оставаться трендсеттерами. Отделку для этого вечернего наряда Наталье Фатеевой пришлось позаимствовать у другого платья 19-го столетия. «Знаменитая красная платья Гурченко, много раз фотографирующаяся». Экскурсию по выставке «Кино и мода», которая открылась в Самарском музее Модерна, проводит сам маэстро Александр Васильев. Все экспонаты из его коллекции. За некоторыми ему приходилось гоняться не один год. У каждого костюма своя уникальная история. Это малиновое платье артистка Людмила Максакова передала актрисе Наталье Селезневой для съемок в телеспектакле «Кабачок. 13 стульев». Видимо, этот наряд настолько приглянулся последней, что она решила не возвращать его владелице. На одной из выставок Максакова увидела это платье и сказала, «Я его потеряла 35 лет назад. Как оно здесь оказалось?» А вот и платье с громким названием «Красная бомба» – жемчужина коллекции. Его сделали специально для актрисы Клары Лучко. В нем в 1955 году она блистала на ковровой дорожке Каннского фестиваля и не посрамила державу перед иностранными коллегами. Всего же выставка собрала более 40 вечерних и сценических нарядов, а еще роскошных туфелек и украшений. Экспозиция уже успела побывать в разных городах, но в таком виде ее представляют впервые. Специально для Самары выставку расширили и добавили экспонатов, связанных с нашим городом. Например, в этом костюме партию Наташи Ростовой. В опере «Война и мир» исполнила известная артистка Татьяна Лаврова. Она родилась в Самаре в 1911 году и прославилась на весь Советский Союз благодаря своему неповторимому сопрано. К слову, этот костюм был переделан из платья эпохи модерн. По традиции выставка открылась в Самаре в рамках поволжских сезонов Александра Васильева. В отличие от финального показа в Театре оперы, это своего рода камерный праздник моды. «Счастлив возвращаться в Самару. Уровень дизайна и публика очень сильно изменилась. Мы живем в эпоху селфи, инстаграм. Люди стали гораздо интереснее одеваться, очень следят за своим внешним видом. В Самаре хорошие парикмахеры, визажисты, красивые женщины, а главное деньги, которые позволяют женщинам быть на уровне». Заглянуть в гардеробки, найдив прошлого столетия, можно в Музее Модерна до конца декабря. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии.